День окончания Второй мировой войны Почтить память героев пришли ветераны, жители и гости города, представители власти, общественности и силовых структур. Память погибших героев почтили минутой молчания и оружейным залпом. Далее состоялось возложение цветов к монументу «Узел памяти». Сегодня мы вспоминаем всех погибших в этой страшной войне, которая унесла очень много жизней, чтобы люди помнили об этом всегда, ради чего это все было. Вторая мировая война велась на территории 40 государств и была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольший жертв понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Сегодня в государстве отмечаются два события. Это первое, конечно, день окончания Второй мировой войны. Были возложены цветы, конечно, это для всех значимое событие. Ну и второе, это у нас день солидарности в борьбе с терроризмом. То есть мы все прекрасно помним, когда 1 сентября в Беслане уходило очень много детей. Поэтому мы сегодня возложили цветы в день этого мировой войны. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год, также 3 сентября. В этот день Россия вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах террористической агрессии. Да, терроризм это болезнь, от которой выздороветь практически невозможно. Не зря ее сравнивают с раковой опухолью. Ликвидируя одних лидеров, сразу же на их место приходят другие и продолжают вести свои джихаты против конституционной власти и тех, кто ей подчиняется, продвигая понятные только им правила и законы. Почему раковая опухоль? Потому что помимо основных организаций, они пускают свои метастазы в виде террористических ответвлений, которые расползаются и заполняют практически весь мир. Нет такой страны, в которой та или иная террористическая ячейка не существовала бы и не пыталась вести свою деятельность, которая в итоге заканчивается кровопролитием, будь то разжигание и участие в военных конфликтов, либо одиночные теракты. Сегодня, в День солидарности и борьбы с терроризмом, мы проводим акцию «Помнить, чтобы жить», где любой желающий может прийти на памятник землякам-калымчанам, погибшим в локальных конфликтах, возложить цветы, поставить лампады в память о тех, кто погиб именно в терактах, которые были у нас по всей стране, и их достаточно много, мы о каждом помним. И у нас уже второй год проводится наша региональная акция, которой нет нигде, это акция «Голубь мира». Наша организация разработала значок «Голубь мира», и курсанты, волонтеры распространяют этот значок на значке на этом, на обратной стороне визитки расписано, куда нужно обращаться. В случаях, конечно, в таких неблагоприятных случаях, куда нужно именно обращаться. Напомним, один из самых массовых терактов весь мир запомнил 11 сентября 2001 года. Тогда два захваченных пассажирских самолета протаранили башни Всемирного торгового центра, а третий самолет врезался в здание Пентагона. Тогда при теракте погибло около трех тысяч человек. Говоря о нашей стране, то мы не понаслышке знаем о терактах. Мы прекрасно помним взрывы домов в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске. Мы помним захваты террористами заложников в Буденновске, во время мюзикла «Норд-Ост» в московском театре на Дубровке, в Беслане, взрывы в метро, поездах, в аэропорту Домодедова и другое. Знаем и помним и скорбим по тем погибшим, кто стал жертвами тех бесчеловечных деяний. 3 сентября по всей России проходят различные мероприятия в честь Дня солидарности по борьбе с терроризмом. Дату стали отмечать после трагических событий, когда в городе Беслане во время торжественной линейки школы номер один произошел захват заложников, в ходе которого погибло более трехсот человек. Конечно, это драма, это еще один урок, это еще одно явление в мире мирового терроризма. И, наверное, еще одно напоминание для нас в этот день, какую реальную угрозу несет деятельность деструктивных организаций, террористических организаций, то, что они делают по всему миру и продолжают делать. Все государства мира практически с этим борются, этому противостоят. И наше мероприятие, оно частью такой работы, оно разъяснительное, оно просветительное. Сегодня в Северо-Восточном государственном университете прошла встреча руководителя Центра по борьбе с экстремизмом со студентами. Учащимся рассказали о бесструктурных и бесконтактных способах вовлечения в террористическую деятельность с помощью интернета. Современные информационные технологии способствуют развитию не только дистанционных технологий вербовки террористической экстремистской организации, но и широкому распространению бесструктурных способов вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность. Термин «беструктурный» в данном случае означает возможность удаленного формирования и стимулирования противоправной активности индивидов или групп без формального вхождения в состав террористических или экстремистских структур. В первое время, когда интернет только появился, были созданы многочисленные ресурсы радикальной направленности. Например, там содержалась литература экстремистского характера, инструкции об изготовлении оружия, взрывчатых веществ и способы совершения терактов. Подобная информация и раньше распространялась, однако с появлением интернета доступ к ней получили миллионы человек по всему миру. И, к сожалению, многие из них использовали эти знания не с благими намерениями. В Колымском поселке Бурхала изрядно подвыпивший 55-летний мужчина отказался проходить опрос в служебной машине полиции. От подтверждения своего отказа он ударил правоохранителя два раза по голове. 14 августа текущего года следственная оперативная группа отделения МВД России по Ягодинскому району прибыла в поселок Бурхала для проведения необходимых мероприятий по рассмотрению сообщения о преступлении по факту кражи автомобиля из гаражного бокса. Из одного из домов по улице Бурхалинской сотрудниками полиции был замечен мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. На требование пройти к автомобилю для дачи объяснений мужчина ответил категорическим отказом, а затем попытался скрыться. После его задержания при доставлении его в автомобиль он нанес не менее двух ударов оперуполномоченным уголовного розыска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Безусловно, бить людей нельзя. Особенно нельзя бить людей в погонах. И это не только наша прихоть вечернего Магадана. Это запрещает делать и Уголовный кодекс, который мы должны все с вами соблюдать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА